Друзья мои, я вас категорически приветствую, с вами Андреас и, пользуясь случаем, хочу высказать свою точку зрения касательно ситуации вокруг имени Елена Блиновская, так как весь интернет, все соцсети пестрят этими заголовками. Ну, если честно, меня сподвинула на запись видео ситуация, реакция людей на эту ситуацию, точнее, ликование, восторг, восхищение, злорадство, и это вгоняет в какой-то ступор, и хочется спросить люди, что с вами происходит, откуда столько негатива, злости и ненависти к чужому человеку. Не скрою, я тоже проходил марафон Блиновская где-то лет 5 тому назад, и буквально через неделю для себя понял, что передо мной не коуч, не педагог, не духовный наставник, а просто бизнес-вумен, которая грамотно и четко собрала все труды таких мастодонтов в этой области, Луиза Хэй, Джозеф Мерфи, Кехо, Джорди Спенза, и создала свою школу. И в этом нет ничего плохого, в принципе, негатива ее марафоны не несут, они наоборот мотивируют тех, кто лежит на диване и чешет жопу яйца, встать и начать делать что-то, в принципе. То есть каждый делает для себя определенные выводы. Касательно стоимости марафона, который все обсуждают, VIP у Блиновской, то давайте я приведу простой пример. Есть кроссовки за 20 евро, а есть каучуковые калуши за 960 евро, за которыми выстраивается очередь. А что бы вы купили? Продолжим тему финансов. Госпожа Блиновская лично сама залазила в ваши карманы, воровала ваши деньги? Нет. Она лишила кого-то жизни? Нет. А как же чиновники, которые безбожно продолжают воровать народные деньги, при этом живут себе припеваючи, и все у них замечательно? Да. И, собственно, это представление, которое мы видим, когда волокут из этого бобика в наручниках, вызывает какое-то неприятное чувство, так как, мне кажется, есть гораздо достойные претенденты, которые должны быть на ее месте. Заслуженно. Ну и напоследок хочется напомнить всем нам и Елене Блиновской, что один из самых больших грехов – это гордыня. Нужно всегда оставаться человеком. Как бы ты далеко и высоко не взлетел, и как бы ты далеко и низко не падал, всегда оставаться человеком добрым, искренним, любящим, уважающим ближнего. И по законам Вселенной нужно всегда рассчитываться системой. В данном случае с налоговой. И тогда не было бы никаких вопросов и проблем. И самое главное, помните, жизнь – бумеранг, ее не наебешь. Всем добра, мира, любви.